Я вас приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Нашему вниманию хотел бы предложить, выйдя несколько стихов из Евангелия от Луки, 23 главы, 39 стиха. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Наверное, все знают это место, даже те, которые Библию редко читают, а может вообще даже не читают. Но по этому народу ходит история о том, что с Иисусом Христом были повешены на крестах и два разбойника рядом с Иисусом. И вот это вот изречение разбойника, помяни меня, Господи, когда придешь в Свое Царствие, наверное, на слуху у каждого. Мы тоже часто обращаемся к Иисусу Христу с такой просьбой. Помяни меня, Господи. Чувствуем свою недостачу, недостачу в том, что нужду во Христе. Что это за ситуация? Это ситуация, когда людей казнили. Иисус Христос шел добровольно. Два разбойника шли недобровольно на казнь. Они заслужили этого. Из высказывания одного из разбойников здесь говорится о том, что мы осуждены справедливо. То есть мы этого заслужили. Хотя, вот посмотреть на этих двух человек, которые были осуждены на казнь, они разнятся чем-то. Чем они отличаются друг от друга? Своим отношением к Иисусу Христу. Вот чем. Один из них насмехается над Христом, а другой обращается к Иисусу Христу как с надеждой, с покаянием. Когда мы читаем Матфея, там сказано о том, что эти два разбойника оба поносили Иисуса Христа. Не сказано о том, что один из их покаялся. Но в этом месте Лука уточняет, что один из их покаялся. Можно об этом размышлять и много размышлять. И оно дает повод к размышлению. Почему? Потому что не просто так на кресте взять и покаяться во время казни. Когда боль невероятная прониживает все тело, когда человек в агонии умирает. И он знает, что он уже предречен. И его мысли, я не думаю, что они работают в правильном направлении, они спутанные. Он не может думать. Но он здесь четко, ясно обращается к Иисусу Христу. Это не просто так, сидя на лавочке или где-то находясь в нормальном состоянии, когда человек просто обращается к Богу. Помяни меня, Господи, помяни меня. И еще даже унимает, обличает своего соседа по кресту. И говорит, или ты Бога не боишься, что мы с тобой это принимаем как должное. Мы этой казни заслужили. А он ничего этого не заслужил. Он не достоин, чтобы его казнили. Я рассуждал над этим местом. И раньше рассуждал. И прихожу к такому выводу. Это не просто так, что он взял и в последний момент так одумался и обратился к Иисусу Христу с просьбой, чтобы он... Ну, с покаянием, можно сказать. Это не просто так. Человек не может, не находясь в поиске Бога, обратиться к Ему, к Богу. Ну, это, конечно, здесь об этом не говорится. Это мое мнение. Но я считаю, вот, исследуя так, Слово Божье, понимаю, что когда человек ищет, он находит. Но если он не ищет, он не находит. Есть такое правило библейское, да, оно и в мире работает. То есть, если я не ищу работу, я найду ее, я не найду ее. Слово Божье говорит, чтобы мы искали Бога, как серебро, как золото. То есть, праведность, царствие Божие, чтобы мы искали. Чтобы мы не сидели сложа руки, а искали, искали постоянно. Вот мы помним, когда мы читаем Матфея, пятую главу, но и не только пятую, там целая Нагорная проповедь Христа. И там вот в конце он много учит Христос. Говорит, что нужно поступать, как в данных, в каких-то ситуациях, как надо поступать. Обличает своих слушателей. Говорит, что много у его наставлений у Христа. Но для того, чтобы этого всего достичь, он в конце этой Нагорной проповеди говорит, что нужно копать, углубиться, углубиться и таким образом найти и построить на твердом основании. То есть, искать твердого основания. То есть, не просто сложа руки в таком потенциальном, как бы говорится, состоянии находиться, когда человек ничего не делает, и ему сваливается благая вещь, и он начинает каяться. Здесь идет, конечно, речь в этом данном тексте о покаянии этого разбойника, этого злодея, как здесь написано. Что же привело его к этому? Ну, я думаю, что привело его именно поиск. Он искал в своей жизни, хотя занимался разбоем. Знаете, человек иногда попадает в такую ситуацию, когда он уже попадает в грех какой-то, и он уже с этого греха не может уйти. То ли общество на его влияет, он не может... Он находится под влиянием этого общества. Он находится под влиянием своих, говорится, тех компаньонов, которые влияют на его. Я думаю, что на его влиял... Мы знаем, что эта история связана с Варавой, да? Это был предводитель этой банды, которые совершили разбой. И я думаю, что этот Варава, он собрал эту команду не просто так. Он на их влиял. И этот один из повешенных, он был под влиянием этого Варавы. Ну, и, естественно, конечно, и других. То есть, он не мог противостать против этого. Но, тем не менее, он искал Бога. Вы знаете, когда мы обращаемся к истории жизни Давида, я особо немного его земную жизнь отличаю от вот этого разбойника. То есть, и он злодей-разбойник. По его совершенным делам, тем, которые он совершал. Сколько крови он пролил вообще. Хотя иногда он и справедливо проливал. А иногда и нет. Мы помним хорошо историю, когда для того, чтобы завладеть чужой женой, что он сделал, он уничтожил человека. Он не сам, не лично, не подошел мечом и убил его. Но все было сделано им так, чтобы Урия, это муж, в Версавии, который он завладел. Чтобы он был умерслен. Не злодей он, не тот же самый поступок он сделал. И в первом, и во втором случае этот злодей и Давид, они нарушили заповедь. Не убей. Не убей. Я думаю, там не только эти заповеди нарушались. Там, ну, у Давида и нет прелюбодействия было заповедь. То есть, много-много других заповедей нарушалось. И если мы смотрим на Давида, то он был точно такой же злодей по своим поступкам, как и этот разбойник. Но мы читаем о Давиде, что он был по сердцу Бога. В чем его заслуга, что он был по сердцу Бога. А в том, что он умел каяться. И мы читаем о 50-м псалме, как он это делает. Вот читаем мы 50-й псалм. Помилуй меня, Боже, это с 3-го стиха. По великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, и злать беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего. Очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, смотрите, Тебе единому согрешил я. И лукавое перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Весь псалм, я не буду ее читать, можете дома его прочитать еще раз. Я знаю, что Вы читаете его и часто обращаетесь к этому псалму. Когда мы ищем избавление, милости Бога, то мы, этот псалм для нас. Давид, он искал Бога постоянно. Об этом свидетельствуют все его псалмы. Он говорит, часто об псалмах, с самого утра ищу Тебя, Божий, с самого утра хочу созерцать красоту Твою. Ну, такими простыми словами, как бы говорится. То есть, он искал суда Бога. Что же этот злодей, в чем похожесть с Давидом у него? Он тоже искал Бога. Он тоже искал на кресте, уже будучи, вися на этом страшном кресте, он не говорит, как первый злодей, сними меня тут, с насмешкой даже. Ну, как я вообще удивляюсь, как можно в агоне еще и насмехаться? Вот это интересно, правда? Вот когда человек вот уже заканчивает свою жизнь в муках, не просто так, в муках, и он насмехается еще и над другими. Так вот, этот второй не просто так пришел к этому осознанию. Он, я думаю, он и раньше искал Иисуса Христа. Вот помните, Закхей был такой мытарь. Чем он занимался? По мнению народа израильского, он был такой же самый злодей, но только что, наверное, не убил никого. Единственное. А поступки его он крал у людей. Он оббирал их. Делал нищими людей. Нарушал какую заповедь? Не укради. И нарушал любви ближнего своего. Он постоянно это нарушал. Но, тем не менее, что он делал? Что хорошего у Закхея? Почему он на страницах Священного Писания оказался? Потому что он искал встречи с Иисусом Христом. И он эту встречу получил. Помним язычницу Сирофи Никиянку, которая подошла к Иисусу Христу и благоговея перед Иисусом Христом. Простила его исцелить ее дочь от одержимости. И Христос, знаете, ее испытал, ее веру. Сказал, ну, достойно ли того, чтобы ты получила от меня какую-то милость, если я пришел для народа израильского? А ты кто? Ты язычница. Так вот, эта язычница благовея сказала, и псы получают, питаются крохами, когда хозяева их едят, и падают эти крохи. Ну, я своими словами. И этим она угодила Христу. Она смирилась. Она отвергла себя, свои амбиции, свои нравы. Она искала только Христа, и в данном случае у ее была нужда исцелить ее, свою дочь. Кого мы ищем в нашей жизни? Я могу сказать на своем маленьком, как бы говорится, опыте духовном, что поначалу для меня Христос как-то был в стороне. Вот даже я покаялся, даже Господь очистил меня от многих моих грехов, так называемых там пьянства, курения, матерщина. Это мною владело. Так само, как вот этим злодеем, наверное, владел его разбой. Я думаю, он считал себя бедный человек. Вот как мы читаем в послании к римлянам, помните, там написано? Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, от греховного? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Почему так? Потому что закон греха, он сильнее нашей воли, нашего, говорится, противостояния. Я могу противостать некоторое время против греха, против дьявола, своими собственными усилиями, но это ненадолго. И потому я считаю, что многие люди, которые вот так вот и грешат, и падают, но ищут Иисуса Христа, ищут встречи с ним, они на праведном пути, они правильно идут, они не утверждаются на своих делах. Как помните, утверждался, я часто эту притчу привожу, мы, два человека вошли в храм помолиться, фарисеи и мы-то, первый утверждался фарисей на своих делах. Я, я, я. Я пощусь, я молюсь, я даю десятину. А второй не видел в себе ничего хорошего. Он, бия себя в грудь, говорил, будь милостив ко мне, грешнику. Вот так вот. И все. И второй был оправданный. А первый нет. Но в свои глаза да. Фарисей был оправдан только в своих глазах. То есть, самоправедный. Там и сказано, что это притча для тех, кто считает, что он праведный. По своей, по своим поступкам. Иногда мы вот смотрим, наблюдаем такую картину. Вот идет собрание, допустим, призыв к покаянию. Хотя это сейчас, к сожалению, очень редко бывает. Такие случаи, когда человек выходит, каятся. Ну, бывает. И вот один кается, а второй не знает, что ему делать. Кается, не кается. Таким людям, которые не знают, что делать, я предлагаю просто, ищите Иисуса Христа в своей жизни. И не смотрите на свои хорошие поступки. Смотрите на все свои негативы. На весь свой негатив. На все то, что у нас не удовлетворяет нас. Пытайтесь найти во Христе вот эту вот возможность, чтобы Он вас очистил от этого. То есть только Он может очистить. Не мы, ни своими делами, ни поступками, ни своими многочисленными постами. Или молитвами. Мы этого не достигнем. Мы можем только этого достичь верою. Молитвы, посты и все другие священные действия только ведут. Могут везти к Иисусу Христу, а могут и не везти. То есть тут могут надмевать. Так как фарисей надмевался же, говорил, я пощусь, я молюсь, я даю. Он надмевался, он был гордый. Это ему не давало права получить прощение. А мы для чего сюда приходим? Чтобы очиститься, омыться и быть готовым к встрече с Господом. Тем более время последнее. Так? Мы знаем, что время последнее. Мы читаем притчу о блудном сыне. Блудный сын легкомысленно попросил свое имение и пошел в дальнюю страну проводить это имение. Тратить его у своего отца. Но в то же время, я вам скажу, был там еще один персонаж. Это старший. который о себе говорил, что мы читаем о том, что он говорит о себе, что я постоянно был с отцом и постоянно угождал ему. А блудный что сделал? Ему отец не надо, ему надо только имение то, что у отца там. Что он отец для его оставил. Вот он это имение себе забирает и уходит. Вот два человека. Один религиозный, который вроде бы с Богом. Ну, мы понимаем в этой притче отец это прообраз Бога. А старший сын это фористей. А блудный сын это блудный сын. То есть тот, который не живет по правилам Божьим. не ищет Бога. Но таким образом он приходит к той черте, которая называется деградация. И вот вы знаете, вот парадокс в Божьих планах. Вот не имея вот этой деградации в своей жизни, видя только свою хорошую сторону, не видя своей негатива, человек не может покаяться. Он не может обратиться к Богу. Ему нужно пройти через вот эти мытарства. Ему нужно подойти к Иисусу Христу уже будучи деградированным. То есть может быть это не обязательно будет вид бомжа какого-то, но внутри должен человек осудить себя до такой степени, что мне только Христос и больше я ничего не хочу. только Он для меня дорог. А если у нас еще такая позиция, знаете, Христос и что-то, Христос хорошо, да, но я должен говорить на иными языками, я должен субботу исполнять, я должен благовествовать, я должен приводить людей в церковь. Христос это да, хорошо, но Он где-то там на задворочках, ничего этого, мы еще не достигли Христа, мы еще не достигли праведности во Христе, мы еще не пришли ко Христу. Злодей, висящий на кресте, он нашел Христа на кресте. Те окружающие первосвященники, книжники, которые распинали Христа, они были спасены. Вот тот злодей, который убивал, он был спасен. Вот те злодеи, то есть религиозные вожди, они были спасены, они не были спасены. Но они считали себя кем? Они считали себя праведными в своих глазах. Я читал одну книгу, это автор Гоб Джордж, классическое христианство, кто знаком с этой книгой, очень хорошая книга, для тех, кто ищет Христа. Вот он о себе пишет так, что я говорит, чем я только в церкви не занимался, и благовестие, и радиопередачу были, в общем, у него там перечень, просто трудно себе даже в голову вместить, чем он только занимался. И это продолжалось некоторое время, то есть долго. Но потом пришло время, когда он почувствовал, что он делает, он идет против Бога этим. Ну не то, что против Бога, но он отошел от Бога. Он занимается христианской деятельностью без Бога. И вот однажды ему получилось так, что он ехал там где-то по городу, я не помню, это в Америке, и попал в пробку такую, что он не мог оттуда выбраться, и говорит, со слезами, плакал, почему так в моей жизни это все, почему Бог допускает вот это вот, состояние, когда я Богу все делаю, а Господа я не чувствую, он удалился от меня. И он начал искать Христа, он начал по-новому все, вот опыт, к чему приводит наш опыт, или к хорошему, или к плохому, он, наш опыт христианский может привести нас к гордости, далеко не надо ходить, в условии Божьем сказано о Павле, что он был, возможно, был бы гордый, если бы Господь ему не дал жало плоти, вот только жало плоти, его спасло, а так бы он был, чтобы не возгордился, он понял, от Бога, он молился о том, что вот это жало его, да немало ему не давало спокойствия, это был ангел сатаны, который его удручал, и он в результате вот этого удручения понял, что он бы мог возгордиться, а почему возгордиться, потому что чрезвычайностью откровения от Бога, вот чем, можно даже возгордиться, вот я получаю, я, я, Господь со мной, меня Он ведет, я, я, мой нос вот так вот, вверх, я, я, потому что меня Бог любит, а вот этого мытаря не любит, потому что да что же ее любить, я ж тут все делаю, я ж тут поприводил в церковь, я ж тут покаялись через меня, я основываю новые церкви, я пастырь, я еще, я, 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 и пошло вверх, так вот Богу это не надо, наше я, оно мешает ему в нашей жизни действовать, и он нас бывает останавливает, не бывает, а часто мы чувствуем вот эту остановку, я вам далеко не буду говорить в моей жизни, как только где-то чего-то я достиг чуть-чуть в духовном, на следующий день, через, через сколько времени я чувствую, что мне, я падаю, почему так, потому что я не извлек урок из того, что я достиг, достиг не я, достиг во мне Христос чего-то, а я считаю, что это я достиг, так вот это мое я, сразу Бог наказывает и делает меня нищим, чтобы я почувствовал нищету, чтобы я почувствовал потребность в самом Христе. Также написано, блаженны какие? Блаженны я, блажен, когда я и пошло там перечень, да? Нет, блаженны нищие духом, это те, которые вообще не способны ни к чему, но они ищут Бога. Блаженны плачущие, почему? Потому что они плачут о своих недостатках, о своих грехах, или плачут, как у меня есть знакомая, которая, как ни приди, она плачет только об одном. У ее там болит, у ее тут болит, везде у ее болит. Она об этом говорит. Я говорю, слушай, это ж тебя Бог к тебе зовет. Сразу крути и переводится на другую тему. Это не для ее, она не понимает. Нет, не об этом плаче говорится в Слове Божьем. Говорится о том, что мы плачем о себе. Как вели Христа на распятие, а там за его переживали женщины и плакали. А он что им говорил? О себе плачьте и о детях ваших. Почему им надо было плакать? Потому что наши недостатки и грехи куда нас ведут? От Бога. Вот о себе и плачьте. И вот этот плач о себе он обязательно приведет. Это поиск. Когда мы плачем, мы ищем. Когда я в лес пошел и заблудился, что я делаю? Я начинаю переживать. Может даже и плакать, если я долго хожу и не могу из-за этого леса выбраться. Я не смеюсь, не радуюсь, что я заблудился. Наоборот. Я ищу выхода и переживаю. То есть вот это переживание, плач о своем состоянии, он нас приводит к Богу. И я думаю, этот разбойник, который висел на Христе, он тоже искал Бога. И слава Господу, что он трудится над нами и показывает нашу нищету, доводит нас иногда до такой степени, что мы чувствуем, что все меня оставили, Бог меня оставил, что мне делать? Некоторые берут в мире и суицид совершают в такой ситуации. А это же хорошая почва для того, чтобы искать Христа. Вот когда я ноль, ноль, тогда это почва, что я могу Бога найти, а могу и не найти, если я ее искать не буду. Поблагодарим нашего Господа за то, что он трудится над нами, и когда мы ощущаем вот эту нищету, это его голос, это его голос, и он хочет, чтобы мы его взыскали, как этот злодей, и он был спасен. Ныне же будешь со мною в раю прозвучало для его лично, потому что он был спасен на кресте. Аминь. Пишет радостью природа, потому что Бог живой. Он дает благое утро, чтобы мы жили с красотой. Красота легла с нужной нам, чтобы душу ободрить, чтобы день и это утро вместе радостно нам жить. И людей Бог посылает тем, кто нужен нам, друзья, и блажен, кто принимает все от Бога и Христа. Он нам радости отряда и дает все благодня, потому что Бог любовью наполняет нам сердца. Пишет радостью природа, мое сердце веселит, ведь в любое время года Бог любовью к нам спешит. Аминь. В одной тихой малой деревеньке жили муж с женой, сынишкою своим, но оставший скоро без кормильца очень трудно стало им двоим. Мать работала на нескольких работах, не имела время отдыхать, вся была в проблемах и заботах, как для сына лучшее достать. Мужа больше нет, а деньги надо, чтобы учить, кормить и одевать, часто набирая в дом работу, приходилось ей не досыпать. Вырос сын и начал собираться на учебу, путь далек лежал, не хотела с сыном расставаться, а он мать родную утешал. Она думала, пойдет сынок работать и меня к себе жить позовет, все мои проблемы и заботы на себя он с радостью возьмет. Сын учился, письма писал редко, мать же с нетерпением ждала, отправляла деньги на учебу и надеждой вечной жила. Мать молилась вечером и утром, Боже, сохрани его в беде, и он жил по маминым молитвам, охраняем Господом везде. Но вот пришло письмо, у нем пару строчек, я работаю и жизнь как будто рай, в подаянии больше не нуждаюсь, денег мне своих не высылай. Перестала мать слать сыну деньги, но работу продолжала брать, об одном лишь Господа молила, чтобы сын спасение мог узнать. Вот еще прошло четыре года, вновь от сына весточка пришла. Я женился, есть у нас ребенок, для него нам нянечка нужна. Если можешь, приезжай скорее, если силы есть смотреть за ним, то бросай свой домик, ты кровь и пищу мы тебе дадим. Но когда ты к нам сюда приедешь, что ты мать моя, не говори, не нужна ли няня для малышки, только это ты у нас спроси. рухнули надежды мгновенно, слезы затуманили глаза, ведь такое сына повеление разом уложить никак нельзя. Мать читает строки раз за разом и не знает, что ей предпринять. Хочется побыть ей с внучкой рядом, хочется малышку ей обнять, но как жить, по данному указу, внучкой внучку не назвать свою, и не слышать от нее ни разу. Бабушка, я так тебя люблю. Не сдержавши слезы, мать упала на колени Господа молить. Сына я с любовью воспитала, как меня он мог так огорчить? О, мой Бог, спаситель мой чудесный, ты услышь молитву в этот час, дай побольше мне любви небесной, чтобы свет твой в сердце не угас. Отче, помоги мне быть в смирении, мужества пошли и силы дай, надели меня твоим терпением, никогда меня не оставляй. Укрепившись в Боге, мать решила ехать к сыну, нянечкой там быть, все пожитки скудные сложила, продолжая Господа молить. Вот и поезд подошел к перрону, и толпа людей бежит, спешит встречать близких и родных ко всем вагонам, только ей одной не стоит ждать. Сын навстречу матери не выйдет и не скажет много нежных слов, с радостью старушку не обнимет благодарна за ее любовь. Адрес сына отыскал с усилием, на звонок нажала, чуть дыша, а когда открылась дверь, спросила, няня для малышки не нужна? Сын услышал материнский голос, приказал старушку в дом позвать, нехотя навстречу маме вышел, чтобы ей распоряжение дать. И взглянул на мать свою сурово, грубым голосом он ей сказал, вот тебе старушка ряд условий, и в ответ согласно услыхал. Поселили мать в подвале дали одеяло и кровать, каждый день еду ей посылали, утром звали внучку забавлять. Все приказы исполняла строго, вечером же, в темноте одна, со слезами Господа вызывала и просила помощь для себя. Не оставил Бог ее в подвале, слезы материнские узрел, вот невестка к ней спускается с печалью, муж ее внезапно заболел. Стала мать ухаживать за сыном, пищу и лекарства приносить, а когда все на исходе силы, на молитву свой подвал спешит. Быстро стало сыну очень худо, время подошло уж умирать. В тот момент свершилось Божье чудо, сын велел за матерью послать. Где же твоя мать? Скажи скорее, я сейчас пойду, сейчас же побегу. Мать в подвале, позови скорее, ждать уже я больше не могу. Это твоя мать? А я не знала, что же ты мне раньше не сказал? Я ее старушкой называла, поселили мы ее в подвал, сколько теплоты, нежной ласки я могла бы ей тогда отдать. Как ты мог все время носить маску, как ты мог об этом промолчать? и невестка тотчас побежала за старушкой матери в подвал. Пару слов ей только прошептала твой негодный сын тебя позвал. Мать бежит, собрал свои все силы по ступенькам, ничего не говоря, на колени у постели сына опускается Всевышнего моля. Боже, облегчи его страдания и спаси от вечного огня. Матери подал предсмерти руки, сын раскаялся на небо уходя. А невестка, слушая молитву, подошла старушечку обнять. Где же у тебя взялось терпение не сказать нам, что ты наша мать? Ты прости нам за такое обращение. Благодарность ты от нас прими, за твою любовь и за терпение. Ты отныне член моей семьи. Мама милая, прости за все, что было. Обещаю я тебя не оставлять. И она старушку приютила вместо сына, как родную мать. И ступив на узкий путь спасения, Господа всем сердцем приняла. И Христу по Божьему велению Господу служила, как могла. Вот и все. По маминым молитвам сын с невестой Господа нашли. И таким большим долготерпением были спасены их две души. Аминь. Всякий раз я смотрю на небес в высоту. Сколько тайн их постигнуть никак не смогу. Среди сотен и тысяч людей на земле Ты создал свою церковь в простом городке. Сколько душ, сколько судеб под крылья собрал. оттенцов Ты кормил нас, растил согревал, чтоб однажды оставив греховный весь гремет. Наши души взлетели в духовный полет. Ты доселе помог нам Господь. Здесь поставим мы камень памяти, сколько лет Ты хранил дух и плоть. И водил нас на значные пожити, Ты доселе помог нам Господь. Мы на миг возвратимся в прошлое, и поймем нам Ты дал поворот, невозможное так возможное. Было все на тернистом и узком пути, горечь слез, испытания, молитвы ночи. Кто-то смог против ветра упорно идти, ну а тех, кто не смог, Ты Господь подними, помоги нам взирать всей душой на Тебя, чтоб под нами осталась земли суета. продолжать, хоть и больно сердца очищать, чтоб как золото нам пред Тобою сиять. Ты доселе помог нам Господь, здесь поставим мы камень памяти, сколько лет Ты хранил духи плод, и водил нас на значные пожитии. Ты доселе помог нам Господь, мы на миг возвратимся в прошлое и поймем нам Ты дал поворот невозможное как возможное. offense новости мы не знаем когда Ты придешь Может шаг может сдох и Ты нас заберешь позади много лет Впереди нам не знать, Но пока время есть, Мы хотим воспевать. Ты на силе помог нам, Господь, Здесь поставим мы камень памяти, Сколько лет Ты хранил дух и плоть И вводил нас на сладчные пожити. Ты на силе помог нам, Господь, Мы на миг возвратимся в прошлое И поймем нам, ты дал поворот Невозможное, как возможное. Господь милостив, и Он не выбирает Или грешный человек, Или праведный, как мы считаем себя. Сердце знает наш только Бог, И мы не должны тоже делить людей На хороших и плохих. И вот стихотворение «Случай на вокзале». Не забуду случай на вокзале, Я в поездкой дальней был тогда, Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, За окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, Спешка, суета и балаган, Вижу в зале движется мужчина, Медленно качаясь, видно пьяно. Шел он как-то странно, ковыляя, Подошел ко мне и стал просить Добрый человек, на чашку чая Дай мне, чтобы я смог перекусить. А глядев его неторопливо, Я решил, на пьяницу похож, Не на чай ты просишь, а на пиво. Думаю, меня не проведешь. На его слова не дав ответа, Не желая с пьяным говорить, Я закрылся от него газетой, Дал понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, Положил на нем я свой багаж, Уходя он тоном сожаления произнес, Я знал, что ты не дашь. И пошел походкой у гусиной, Перед тем, как он в толпе исчез, Я увидел под его штаниной Не нога была, А был протез. Как-то стало на душе тревожно, У него такой несчастный вид, Вовсе он не пьяница, возможно, А голодный, бедный, Идмолит. Сови жгла, как огненным железом, По походке пьяницу узнал, Как бы ты с изношенным протезом, Слабый и голодный ковылял. Да, и речь его была нормальной, Несомненно, в здравом он уме, На отказ ответил мне печально, Как бы сожалея обо мне. Сови жгла, душа моя болела, Оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела, И его я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке, в закоулке, Чтобы ни на виду у всех не быть, И жевал кусочек черной булки, Не имея, чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя, Не иду к буфету, а лечу, И теперь не только чашку чая, Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери, Жду немного и вхожу в буфет, Оглядел кругом, глазам не верю, Он исчез, в буфете его нет, Подхожу к буфетчице, к тревоге, Спрашиваю, здесь такой-то был инвалид, Хромой, на обе ноги. Говорит, такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, Но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, Дверь была в буфет, лишь одна. Вышел я и сел на то же место, Все не выходило из ума. Если так, Христос к своей невесте Подойдет голодный, А она говорит о церкви Божье слово, Что по окончанию пути, Всем нам предсудилище Христова Должно неминуемо прийти. И мою жестокость влечая, Он напомнит мне про тот вокзал, Скажет, я всего на чашку чая У тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме, Исцели меня от слепоты, Чтоб я мог духовными очами Видеть так людей, как видишь ты. Аминь. Сегодня касается наших сердец И проповедью слова своего И стихами, и пением. Дал бы нам Господь все это Не только услышать, а сохранить и жить так. Хочу прочесть стихотворение, Называется «Сигнал пришествия разбудит». Уткнулись души в телефоны, И старый мал на связи там, И дарит сатана купоны, Чтобы забыли благодать. В ловушку эту все попали, И проповедники, и попы. Куда же Библии пропали? Айфоны модные с кафедрами. Транслируется все с экрана, Любая притча и псалом. У христиан одна забава, Вместо молитвы – телефон. И если под подушкой будет лежать родимый телефон, Сигнал пришествия разбудит. Ну, а куда душа потом? Блаженны были те, Кто рядом с Христом ходили каждый день, И были скромные наряды, Сердца открыты для людей. Грядущий день не за горами, Не будет телефонов там, А будем мы на небе с вами, Истратив жизни на мегабайт. Утнули души в телефоны, Ватсап открыли, Кнопка чат. Интернетные просторы Поймали все эти божьи чат. Нам не заменят телефоны Общение близкого с Христом. Мы лично с ним, друзья, знакомы. Он наш спаситель, Царь и Бог. Поднимем взор родное небо, И вспомним благодать и дар. Стал телефон насущным хлебом. Прости, Спаситель, это нам. Мы приготовим наши души Встречать пришествие Христа. Дай, Господи, нам хлеб насущный, Храни от соблазнов сердца. И, преклонив колени наши, Мы исповедуем свой грех, Что телефоны держим чаще И смотрим вниз, а не наверх. Нас усыпили телефоны, Забыли мы молитвы, вкус. На первом месте лишь айфоны, А должен быть Господь Иисус. Аминь. Вот читаю... Короче, такой рассказик есть. И мне иногда кажется, Ой, это для молодежи. Чтобы детки вовремя Не споткнулись, Опомнились, увидели. А потом понимаешь, Что это не только для молодежи, А и для нас, Взрослых. Называется рассказ Божие свидетельства. Когда банк ошибочно зачислил На счет супружеской пары 120 тысяч долларов, Те бросились покупать Все, что только могли. Внедорожник, Дом на колесах, Два квадроцикла, Еще выплатили все кредиты. Но банк обнаружил ошибку, Велел супругам вернуть деньги. Увы, к тому времени Они уже все потратили. Было предъявлено обвинение В хищении В особо крупных размерах. Судей муж сказал журналистам, Мы послушались Плохих советов. Слишком поздно Сукруги поняли, Что следование Плохим советам И трата чужих денег Может пустить жизнь Под откос. Псалмопеис делится Мудрым советом, Который помогает Не попасть В подобные неприятности. Он пишет, Что по-настоящему Счастливые люди Избегают влияния тех, Кто не служит Богу. Они знают, Что немудрые, Неугодные Богу советы Могут прийти к последствиям, За которые придется Дорого платить. А главное, Такие люди Руководствуются И наслаждаются Вечными истинами Библии. Они знают, Что следуя Божьему водительству, Придут к стабильности И плодоносности. И нам хочется, Как правило, Всегда все и сразу. Но это со временем. Это стабильно. Принимая решение, Которое касается работы, Денег, Отношений И всего остального, Будем искать Божие Руководство в Библии, У других верующих И в водительстве Святого Духа. Его руководство Необходимо Для полноценной жизни Без негативных последствий. И тут, Типа как резюме. Почему вы считаете Писание важнейшим фактором В примятии Угодных Богу решений? С кем вы советуетесь? Почему этим людям Можно доверять? Любящий Бог молитва. Прежде чем искать Твоего совета О том, Чего я не знаю, Помоги мне быть послушным В том, Что мне уже известно. В том числе Любить Тебя И своих ближних. Аминь. Слава Богу. Действительно чудесное, Необыкновенное служение. Я лично для меня. И из первой проповеди брата Ну вот, Я подчеркнул для себя, Что действительно, К сожалению, Так очень часто бывает, Когда человек уже На какой-то грани, Да, Он тогда Взывает к Богу. И то не всегда. Один разбойник принял, А другой похулел. Я вспоминаю, Как когда-то У меня Было два дедушки. Оба были неверующие, Коммунисты. Один Мы с ним беседовали. Уже он лежал, Вставал. Ну, правда, Еще это У него была онкология. И он попросил только одного, Что я приму Господа, Но если Я не буду мучиться. А врач сказала, Будут боли, Дала лекарства. Вы знаете, Лекарства-то не понадобилось. Через два дня Он отошел в вечность, Примиренный с Богом. Ну, вот такая вот Была действительно Грань у него. А второй Мой дедушка, Которому мы свидетельствовали Даже раньше. И он лежал. Тоже особо не мучился, Просто уже был старый. До последнего момента, Я помню, С воскресенья утром Я пришел, Я сказал ему о том, Чтобы, Ну, я иду в церковь, Может быть, За тебя помолиться. Он говорит, Не надо. Мне молиться, Это все ерунда. И когда мы пришли После служения, Его уже не стало. Он умер. Вот. Его, Он отошел В вечность тоже. Но какую вечность? Мы об этом, Конечно же, Ну, Понимаем. Ну, Никто не знает, Что действительно происходит В сердце, Да? И вот, Мы знаем, Недавно был такой вот случай, Конечно, Трагичный, Да? Когда разбились, Много очень людей погибло, Да? Говорят, Там ехала одна пара, Которые молодые, Собирались пожениться, Ехали в Чернигов Выбирать платье, Но, К сожалению, Ихни планы Никогда не осуществятся, Вот. Потому что их нет В живых. Мы сегодня перед этим Вот пропели Чудесное, Вот, Сестры Псалом, Что невозможное, Возможно в Боге. И, Друзья, Сегодня, Может быть, Не именно об этом, Но в контексте всего, Потому что, Знаете, О чем бы мы Не проповедовали в церкви, О чем бы мы не говорили, Какое бы стихотворение Не говорили, Да? О чем бы в своей жизни, Что бы ни делал, Да? Человек, Его взоры всегда должны быть Устремлены на Господа. И он всегда должен понимать, Как, Знаете, Метется человек, Пока его сердце Действительно не успокоится В Господе. Потому что только в Господе Человек найдет покой. Только в нем он успокоится. И ничего, Что, Знаете, В этой жизни Происходит с человеком, Они не происходят случайно. И за основу Сегодняшней своей проповеди Господь мне положил на сердце. Я хотел бы прочитать два места. Первое место – это Бытие, Четвертая глава, Двенадцатый стих. Двенадцатый стих. Когда ты будешь возделывать землю, Она не станет более давать силы Своей для тебя. Ты будешь изгнанником, Искитальцем на земле. И Иуды, Послание Иуды, Одиннадцатый стих, Послание Иуды. Горе им, Потому что идут путем Кайновым, Предаются обольщению мзды, Как валам, И в опорсе погибают, Как корей. Идут путем Кайновым. Знаете, Так вот, Кажется изначально, Что я почему-то, Когда прочитывал Это место священного Писания, Я думал, Что просто идут путем Кайновым, Это говорится О людях, Которые не знают Господа. Ну вот, Они не знают Господа, Они идут этим путем, Вот. И Этот путь погибет, Да, Если человек не примирился с Господом. Но, Друзья, И Еще хотел бы сказать Этот момент. И действительно, В этом послании, Вот, В этом стихе, Да, Здесь приводится пример Каина, Корея, Валаама, То есть, Людей, Которые Не приняли Господа, Да, И по упорству сердца своего, Действительно, Они Были Богопротивниками. Конечно, В Священном Писании Мы читаем больше положительных персонажей, Да, Героев веры, Как сегодня уже брат сказал, Но такие даже, Мужи по сердцу Божьему, Как Давид, Они все равно, Допускали ошибки, Но каялись, Они Действительно, Не ждали того момента, Знаете, Как разбойник, Чтобы покаяться уже на кресте, Или вообще не размышляли, Думая о том, Что может быть покаясь потом, Но этот момент, Он может не наступить, Как и в жизни тех молодых людей, Которые разбились в автокатастрофе, В автокатастрофе, Понимаете, Это Не то, Что какое-то запугование, Друзья, Это Каждому, Кто еще колеблется, Принять Господа или нет, Или нам, Верующим, Чтобы мы пересматривали Свою жизнь, Заглядывали в свое сердце, Понимая то, Что, Друзья, Бог сердцеведец, И Он знает нас, Он нас Творец, Его очень видели, Когда мы Только еще были зачаты В очреве матери, И Он вечный, Он всесильный, Всемогущий, Он тот, Который сотворил нас, И Хотелось бы, Друзья, Вот так вот поразмышлять О Кае, С одной стороны, Смотрите, Друзья, Кто такой был Кае, В этом мире, Вы знаете, Люди, Ну, Оно как по вере идет, Как идет традиция, Как вот сегодня брат перед этим говорил, О поминании, Я вспомнил, Что Отсюда, Как бы пошло такое, Что люди поминают Усопших, Не понимая, Зачем это нужно делать, И что это вообще слово изначально означает, Вообще, Имя Каина, Да, Оно вызывает у людей какое чувство, Они могут не знать, Что, Где это записано, Вообще, Кто это был такой изначально, Да, 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 Имя Каина, Оно вызывает Ассоциацию с предательством, С изменой, Чаще всего, Оно ассоциируется, Когда брат предает брата, Или близкий друг, То есть, Человек, Он доверял другому, Да, И надеялся, А он его предал, И говорят, Ну, Ты как Каина, Вот, Но люди не понимают, Действительность, И понимают, Что это плохое слово, Плохое имя, И ассоциация с ним, Но не понимают, Действительно, Кто такой был Каин, И вот, Друзья, Предостережение нам, Как я уже ранее сказал, Потому что, Негативные, Отрицательные персонажи, С которыми записано, Слово Божьим, Они, Ну, Не должны у нас вызывать, Ну, Слава Богу, Что я не такой, Они должны, Как бы, Напоминать нам, Чтобы мы не стали на этот путь, И не пошли по этому пути, Каин, Прочитаем, Первая глава, Четвертая, Первый стих, Простите, Четвертой главы Бытие, Адам познал Еву жену свою, И она зачала, И родила Каина, И сказала, Приобрела я человека от Господа, А в первое послание Иоанна, Третья глава, Двенадцатый стих, Там есть такие слова, Каин, Который был от Лукавого, И какое-то идет некое разделение, Вы знаете, Я недавно в интернете прочитал, Что оказывается, Когда, Ну, Это несколько столетий назад, Когда католическая, Возможно, Православная церковь, Я не буду утверждать, Когда люди были бы неграмотные, Некоторые даже, Священники, Они утверждали о том, Что Ева, Она буквально в смысле, Как бы соединилась с Лукавым, И Каин, Он, получается, Как бы был сын Лукавого, То есть, Адам даже тут был ни при чем, Нет, друзья, Священное Писание, Мы сейчас, Слава Богу, Все грамотные, Можем читать, Написано, Что, Смотрите, Адам познал Еву, Жену свою, Да, И она зачала, И родила Каина, И сказала, Приобрела я человека от Господа, Как же так, Друзья, Что в Новом Завете, Мы читаем о том, Что Каин был от Лукавого, А все очень просто, Друзья, Первый человек, Который родился естественным, Как сейчас нам кажется, Да, Ну, Как мы все рождаемся образом, Первый младенец на этой земле, Каин, Да, Вот мы видим наших всех детей, Да, И Христос неоднократно в Священном Писании мы читаем, Он упоминает, что говорит своим ученикам, Будьте подобны детям, То есть такими, как дети, Да, Это еще не очерствевшие, Это люди, которые еще не с, Ну, не с такими очерствевшими сердцами, Да, они родились, Как и все мы рождаемся в греховной природе, Но они еще, друзья, не очерствели этим миром, Они еще не знают, что такое, Знаете, Все, Обман и всякие, Всякие нападки стрел лукавого, Они все еще воспринимают, У них в авторитете родители, И если это вовремя все привить, То действительно, Слава Богу, Такие люди будут благословены, Но смотрите, Рождается первый первенец, Да, И действительно, Ева, Она торжественно так заявила о том, Что, Вот, Господь Бог, Да, Дал мне человека от Господа, И как далее, И об этом мы все прекрасно знаем, Верующие люди, Что дети наши, Которые приходят в этот мир, Это подарок от Господа, Но, Друзья, Как же так, Что написано, Каин, Который был от лукавого, Впоследствии, Когда этот невинный младенец, Как любой, Я, Вы знаете, Когда-то в интернете, Случайно нашел фотографию Адольфа Гитлера, Маленького, Маленького совсем, Милейший мальчик, И он действительно, Что о нем можно сказать, Безгрешное дитя, Но, Впоследствии, Кем вырос этот человек, Кем вырос этот человек, Так и здесь, Друзья, Каин, Со временем, Когда он начал жить, Мы не знаем, Сколько он жил, Тогда люди жили сотни лет, Поэтому, Через какое время, Что, Какие были конкретно причины, Но мы знаем, Что он родился все-таки у людей, Которые знали Бога, И лично Бог с ним близко разговаривал, То есть, Получается, Он был верующим человеком, То есть, Он был, Ну, Он вырос среди людей, Которые знали Бога, Но, Впоследствии, Впоследствии, Священное Писание, В Новом Завете, Мы читаем, Говорит о том, Что Каин, Который был от Лукао, И то, И другое утверждение верно, Просто, Впоследствии в своем, Впоследствии в своем, Он, Он, Как когда-то, Иуда, Искариот, Да, Можно некую параллель провести, Он тоже знал, Господа, Да, Возможно, Он был послушным мальчиком, Он жил на этой земле, Вот, Он стал учеником, Возможно, Искренно, Он пошел за Христом, Но, Впоследствии, Грех, Потихоньку, Овладевал его сердцем, Пока лукавый не вошел в него, Итак, Ну, Мы вернемся к Каин, Кем же был Каин? Он был земледельцем, Да, Человеком, Который очень тяжело работал, И мы, У многих из нас, Да, Есть огороды, Или были огороды, Мы прекрасно знаем, Какой это, Порой, Неблагодарный труд, И вот, Он обрабатывал землю, Он взращивал, И приносил плоды, Ну, Как его брат, Который занимался скотом, И приносил жертвы, Он приносил жертвы свой урожай, И здесь, знаете, друзья, Есть несколько толкований по этому поводу, Некоторые говорят, Что это буквально первый раз произошло, То есть, Он принес первый раз, Ну, то есть, Вырастил, Принес, Бог не принял, Но я не думаю, Что это верное истолкование, Почему? Потому что, Ну, Невозможно было вот так вот, Знаете, Вырастил человек, Принес, Положил, Бог ни с того, Ни с сего не принял, Он опечалился, Поникло сердце, Пустил еще хуже злобу в свое сердце, Прошла ярость, И пошел и убил брата, Нет, Это, я думаю, Был очень долгий процесс, Сколько? Никто не знает, Никто не знает, Люди тогда долго жили, Это чисто, Как бы, Вот мои размышления, Потому что некоторые, Знаете, Утверждают о том, Что Бог не принял жертвы Каина, Потому что он принес от земли, Которая была проклята, А Бог проклятого ничего не принимает, Но это всего лишь размышления людей, Важно, Понимаете, Понимать, Что могло произойти, Я вот, знаете, Когда готовился, Я вот чисто, Чисто просто так вот, По-человечески размышлял, Ну, думаю, Ну, что могло произойти Между двумя этими братьями, Да? И, Понял, Вот как сегодня сестра рассказывала стихо, Действительно, Вот какая-то мелочь, Чашечка чая, Она может человека не пустить в Царство Божие, То есть, Ну, это я грубо, конечно, говорю, Но смотрите, Возможно, Когда он садил огород, И тогда брата его заходили, И топтали его этот огород, Возможно, То, что, Когда, Знаете, Часто оно так, Может быть, Бывает, Родился первенец, Сразу вся любовь ему, Потом родился второй брат, Родители стали любить больше, Как ему казалось его, И какое-то неудовлетворение, И вместо того, Действительно, Чтобы обратиться к Богу, Потому что, Ну, как, Ну, я не знаю, Нам сейчас, да, Людям, Которые живут уже, Ну, Мы живем уже спустя Многие тысячи лет, Да, После этого события, Но, Он непосредственно близко общался с Богом, И он знал его, Ну, Все было свеже, Родители его, Ну, Были очевидцами, И свидетелями, Все, Того величия и славы Божьей, Да, Но, Он не захотел, Знаете, Пересмотреть свое сердце, Очень часто, Друзья, Я, Это отношу прежде всего к себе, Вот мы верующие люди, Да, Может возникнуть, В чем-то сердце, Какая-то, Знаете, Обида на кого-то, Вы знаете, В моей жизни, Я могу сказать за себя, Когда-то был такой момент, Понимаете, Церковь, Это собрание людей, Да, Мы люди, Мы все абсолютно разные, У каждого из нас разный характер, И давайте не будем лукавить, Полностью каждый друг с другом, Общий, Ну, Чтобы, Знаете, Как вот, Душа в душу, Очень тяжело, Очень тяжело нам, Будет какое-то недопонимание, В связи с воспитанием, С возрастом, Менталитетом, Что угодно, Какие-то, Может быть, Стереотипы у каждого в жизни, Что угодно может быть, Разные взгляды, На некоторые вещи, И поэтому, Нам очень тяжело, И, Вот у меня был такой момент, Ну, Общались, Общались, А потом, Когда вместе мы поехали на, На заработки, На север, И там приходилось нам, Вот, Вместе с братом, Ну, Заведовать, Я понял, Что, Нестыковка, Что, Знаете, Какая-то такая, Непрезень пошла, Я стал замечать, Что потихоньку, Потихоньку, Я стал, Как бы, Ну, Отдаляться от него, А мы были в стесненных обстоятельствах, И нам нужно вместе было там готовить, Вместе идти работать, Поэтому я понимал, Что, Как бы, Я вынужден это делать, Но уже на служении я старался, Там церковь была поместная, Я старался где-то на другой, Как не знаю, С зала садиться, Или где-то, Ну, Чтоб подальше, И потом я, Я почувствовал, Друзья, Что, Не почувствовал, Понял, Когда очередной раз молился, О том, Что, И молитва не идет, И, Как-то нету, Бог, Как вроде бы, Молчит в моей жизни, Нету той радости, И, Как Каин когда-то, Да, Я, Ну, Образно выражаюсь, Я стал опускать голову, Я стал как-то, Знаете, Каким-то, Ну, Не таким, Как был, Оно мне мешало, Потому что мы не можем, Знаете, Просто, Если ходить просто по обыкновению церковь, То, То понятно все, Но, Я стал замечать, Что какая-то, Знаете, Ну, Не то, Что обида, А какое-то, Знаете, Такое, Ну, Осуждение, К этому брату, Ну, Что я не воспринимал то, Как он делает, Ну, И потом, Я стал спрашивать Господа, Господь, Что мне делать, Как мне, Как мне поступать, Как вот вернуть эту радость, Это отношение братские, Потому что, Ну, Невозможно, Как говорит Священное Писание В Иоанн или от Матфея, Да, Мы читаем, Что прежде чем приносить жертвы, Да, Приходить в дом Божий С искренним сердцем, Не только принимать хлебопреломление, А все, 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 Что связано с нашей жизнью, Нужно пойти и примириться с братом, Я думаю, Ну, Как, Пойти прямо с ним поговорить, Но это, Ну, Он не поймет, Потому что это все скрытно было, И я ему предложил вместе молиться, И мы начали вместе с ним молиться, Каждый вечер, Потому что, В принципе, Мы вместе в одном, В одном балке жили там, Ну, Это такие строения на севере, И, Вы знаете, Слава Богу, Слава Богу, Результат был просто ошеломляющим, Господь произвел свою работу, Так порой нам в жизни, Друзья, Потому что мы все абсолютно разные, И мы знаем, Когда, Я не буду дословно здесь перечитывать, Что произошло, Да, Но смотрите, Какая-то обида, Возможно, Юношеская, Потом, Не, Или недопонимание, Потом, Гнев, Гнев перерастало, Большую ярость, Я закаянно говорю, Большую ярость, И в конце концов, Когда он его позвал, Они вышли в поле, Он его убил, Просто так человек это не сделает, Он вынашивал это в сердце своем, Не смирившись перед Господом, Я не веду к тому, Друзья, Чтобы, Ну, Не дай Бог, Кто-то кого-то там убил бы, Нет, Я не думаю, Что среди нас, И вообще, Среди детей Божьих, Возникают такие мысли, Но Христос, Знаете, Он, Когда стал учить, Он, Учил, Действительно, Глубину, Он говорил о том, Что, В сердце, Если пожелаешь, В своем сердце, То ты уже являешься Виновным, И, Поэтому, Друзья, Знаете, Священное Писание, Вот нам и говорит, Первое послание, Первое послание Иоанна, Первое послание Иоанна, Сейчас найдем, Так, Третья глава, Пятнадцатый стих, Всякий ненавидящий брата своего, Есть человека убийца, А вы знаете, Что никакой человека убийца, Не имеет жизни вечной, В нем пребывающей, Вот и все, Очень просто, Получается, Если ты в своем сердце Ненавидишь кого-то, Это может быть легкая непризнь, Поначалу, Как я уже повторялся, Да, Но это может дойти, До ненависти, И не нужно идти буквально физически Убивать брата, Ближнего своего, Но, Итог будет очень печален, Отношения, Друзья, Между нами, И этого мы неизменно должны придерживаться, Это как бы вывод Из всего мной сказанного, В Колоссянам 3 глава 12 стиха Мы будем читать, Как вот мы должны с вами, Драценные, поступать, Сейчас, Колоссянам 3 глава 12 стиха, Итак, Облекитесь, Как избранные Божии, Святые и возлюбленные, В милосердие, В милосердие, Благость, Смиреномудрие, Кротость, Долготерпение, Снисходя друг к другу, Друг другу, И прощая взаимно, Если кто на кого Имеет жалобу, Как Христос простил вас, Так и вы, Как Христос простил вас, Так и вы, Более всего, Облекитесь в любовь, Которая есть совокупность, Совершенство, И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, Смотрите, Такой момент, И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, Да? Когда Каин согрешил, И Бог Еще не открыл ему, Что знает, Хотя я думаю, Что Каин, наверное, Знал, Что он знает все, Он говорит, Что у дверей твоей сердца лежит грех, Но ты властвуй над ним, Сам по себе человек, Он не может властвовать над грехом, Не может, Но если, Смотрите, В ваших, В сердцах ваших мир Божий, Который, Которому вы, То действительно, Мы и, Благодаря тому, Что мир Божий в наших сердцах, Дух Святой в наших, В нашей жизни, В нас, Да? Мы имеем эту силу, Благодаря, Конечно, Силе Божьей Преодолевать все Эти Нападки Лукао. Еще Далее, Пятнадцатый, Не, Снисходя, Более же всего, Облекитесь любовь, Которая есть совокупность совершенства, И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, Которому Вы призваны в одном теле, Будьте дружелюбны, Слово Христово да вселяется в вас обильно, Со всякой премудростью, Научайте и вразумляйте друг друга, Псалмами, Славословием, И духовными песнями, Во благодати, Воспевая в сердцах ваших Господу. Вот этот стих, Вот это место священного Писания, Тогда на Крайнем Севере, Уже больше двадцати лет назад, Оно сподвигло меня, Действительно, Начать молиться с тем человеком, Знаете, И мир Божий пришел в мое сердце. Вы знаете, Это чудесные вещи, Это не то, Что какие-то рецепты, Да, Которые выписывают врачи. Это то, Что описано в священном Писании, Потому что, Друзья, Мы имеем греховную природу, И эти искушения, Они действительно, Они приходят к нам. Кто-то не нравится, Кому-то не нравится я, Кто-то, Может, не нравится мне, Но такого не должно быть в доме, Божьем не должно быть в церкви Божьей. Потому что, Друзья, Бог во Христе нам простил все. Вот, каким им и не были. И представьте, Каин совершил убийство, Да, Или Иуда уже замыслил предать. Падшие, пропавшие люди. А Бог до последнего пытался Привести их к покаянию. До последнего. Бог знал, что Каин уже убил. И мы знаем, Как ответил Каин, Да, В гневе, Еще с таким раздражением, Еще, можно сказать, Нагрубил Богу. И ушел. Да, Помилует нас Господь, друзья, И сохранит, И даст силы и мудрости каждому, Чтобы мы не свернули с пути. Несколько недель назад Брат Игорь читал этот стих, Он записанный, Он мне очень понравился. Это просто, Мы должны размышлять об этом, И помнить 16 глава, Притч 25 стих. Есть пути, Которые кажутся человеку прямыми, Но конец их путь к смерти. Друзья, Путь один, Это Иисус Христос. И если мы будем идти им, Придерживаться Его, Не допускать в свое сердце Никаких обид, Разочарований, А лучше примиряться с братом, Искать подходы к каждому, Просить прежде всего Господа, Чтобы Он давал нам мудрость. Мы будем действительно жить В победоносной жизни в Иисусе Христе. Да благословит каждого из нас Господь. Аминь. Аминь.